В 18 лет, но уже мужчиной, опорой большой семьи и трудовым человеком, он узнал, что такое война. В 1918 году Антон Лёскин встал у топки паровоза кочегаром. В годы гражданской войны работал на бронепоезде, а гид поезде в ЦИК «Октябрьская революция» затем стал машинистом. 30 лет без единого брака трудился на благо страны. Антон Лёскин работал во имя Победы и в Великой Отечественной войне. Очень были тяжелые времена. Он всегда говорил, мы должны как на фронте, как своим трудом, приближать победу. И вот он работал так, они днями не выходили с паровоза, отдыхали по 6 часов или там вообще часа 2-3. Он возил на фронт эшелуна с войсками и боевой техникой, а оттуда привозил раненых красноармейцев. За годы войны получил более 10 благодарностей и премий от наркома путей сообщения. А в 1943 году ему присваивают звание Героя социалистического труда с вручением Ордена Ленина и золотой медали «Серб и молот». Но в современное время могила героя была затеряна среди других захоронений. Мы нашли эту могилу, она была очень заброшена. Мы начали протирать таблички и увидели, что там написано «Лёскин». И наша учительница Антон Михайловна сказала, что именно вот это тот человек, которого мы ищем. Там были ветки, деревья, и мы хотим, чтобы там поставили памятник, и никто о нём не забывал. Под сухими ветками, поваленными деревьями могилы в августе 2018-го начались работы по расческе территории. Благодаря памяти родственников, помощи местных краеведов, гражданско-патриотических отрядов бронепоезд и шаг за шагом, а также личной поддержки главы Мордовии Владимира Волкова, территорию возле могилы удалось благоустроить и установить гранитный памятник. Обратились в свою администрацию, нам сказали, что такие вопросы они не решают, и посоветовали обратиться в республиканскую. Ну, в общем, мы обратились напрямую к Волкову Владимиру Дмитриевичу, и он откликнулся на нашу просьбу и, как говорится, выделил деньги на памятник. Почтить память героя почетного железнодорожника пришли ученики девятой школы, родственники и просто неравнодушные к истории жителей Розаевки. К памятнику возложили цветы. Местные краеведы уверены, что работу по поиску и благоустройству могил нужно продолжать. Мы нашли план-схему второго общества села Розаевка. Вот это улица Московская, вот это улица Космодемьянская, река Инсар. Вот продолжение улицы Московской по этой линии идет. И, соответственно, вот дореволюционное кладбище по схемам на 1824 год кладбище где-то было вот в этом квадрате. Я как предполагаю, как предполагаю, кладбище вот это вот, оно сместилось со временем на запад. К самое раннее захоронение, которое здесь попадалось мне, 1923 год. Здесь вот похоронен где-то Степан Васильевич Ключников. Он погиб как раз в Пензе в 1918 году. На этом старинном кладбище еще много безымянных крестов. Некоторые холмики вообще без обозначения. Есть и братские могилы, требующие благоустройства. Розаевцы хотят восстановить историю и память о тех людях, которые отдали жизнь ради страны. Их родственникам и землякам нужен уголок, чтобы почтить их память и вспомнить их подвиг. Марина Солонина, Александр Гурьянов. Народные новости. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова